Еще раз приветствую. Если честно, как бы еще больше неясностей внесло ваше дополнение в том смысле, что, как бы, вы говорите про, значит, что-то вам стало интересно, да, значит, идея церемезахистических отношений вам интересна и идея, насколько это вообще, вот, значит, адекватно, так как не могу определиться для себя в отношении к подобным моментам. Так вот, если такой вопрос, то то, о чем вы пишете в дополнение, вообще не про это, вы как будто пытаетесь оправдаться. Я еще говорил о том, что возможно, возможно, вы выступаете в качестве жертвы, раз вам попался манипулятор. Вот. И дело не в том, что вы сейчас рационализируете и объясняете, дело в том, что в итоге, в итоге, в итоге, в итоге, надо это заделывать, заделывать настолько, что вы обратились к нам. Вот, чем важно. А манипулятор, как правило, встречает только жертву. И то, что вне, вот сейчас, то, что вы описываете, это ваше, это ваш интеллект, это как бы сливки. И с вашего рационального, с вашей рациональной позиции, то при разборе, при разборе противоречий, внутри вас, я бы сказал, что там все и выяснится. Как правило, это игнорирование каких-то своих чувств, игнорирование, оспаривание, зажимание, вот, стеснение, невыражение. Например, если человек вроде бы все высказывает, но делает это интеллектуально слишком и не так, как ему хотелось бы, то это уже жертвенная позиция. Жертвенная позиция – это отказ от себя, отказ от своей сути. Ну и то, что вы смотрите в интернете, какие-то вещи тоже не есть хорошо, потому что это все, опять же, добавляет плюсов только в копилку интеллектуализации, не более того. Дальше, давайте рассмотрим подробно то, что вы написали. Какое поведение в данном случае было бы не жертвенным? Смотрите, я могу ошибаться, но я не сказал, что вы однозначно жертву, я сказал, что манипулятор всегда встречает жертву. Знаете, и вот давайте посмотрим, давайте посмотрим. Значит, вы пишите, по ходу мужчины стали проявляться манипулятивные нотки в общении. Я, значит, и сейчас чувствую, когда появляется гиперконтроль в общении. Гиперконтроль в общении может быть только для вас. Да? Гиперконтроль может ощущаться только вами, хотя по факту его может не быть. Это первое. Второе. Прервать общение – это и есть жертвенность. Вы сбежали, вы убежали. Не жертвенность – это когда вы остаетесь в общении, берете от общения только то, что вам нужно, то, что вам нравится, если что-то, если такое есть. А всему остальному говорить и нет. Вы же говорите, что вам с человеком общаться было интересно, но вот гиперконтроль появился и вы сбежали. Вот. Понимаете? Такая штука. Вот это и есть жертвенность. Я думаю, я просто пытался в общении быть честным, в том объеме, в котором мне действительно приятно и комфортно, не боялась увеземости, диалоги откровенных, чем мне это действительно хотелось, а потом, когда почувствовал дискомфорт и лёгкую манипуляцию, она появилась, не сразу свернулась, объяснила честно, всё честно, всё в чём дело. Это страх. Потому что лёгкая манипуляция бывает практически в любом общении, ну, в любом общении. В той или иной степени, но манипуляция есть везде, люди это делают осознанно, неосознанно и так далее. Если вы... Понимаете, у меня ощущение, что вы скорее более чувствительны к какой-то попытке контроля, нежели чем устойчивы к контролю. Человек вступает на об этом сообщении, разве это не нормальные попытки здорового общения с построением границ, а здоровые попытки построения общения, где человек прерывает общение? Нет, я так не думал. Я просто ответственно оценил, смогу ли я так же хорошо выстраивать границы, учитывая, что человек вот такой решает для себя, что нет. Да, вы решили, что границы вы выставлять не сможете, и это слабость. То есть, нет такого, что кто-то физически не позволяет вам личные границы выставлять, нет. Есть такое, что в глубине души вы, может быть, хотите переложить ответственность на такого человека за себя. То есть, есть какие-то субъективные истории, субъективная мотивация не выставлять границы. Это может быть страх, это может быть желание какие-то, это может быть противоречие, это может быть обиды, это может быть переносы, это может быть всё что угодно. И в этом есть жертвенность. Признаки мышления жертвы поверхности, конечно, не оказалось, что это его поведение, которое подпадает под описание, хоть и завуалировано. Манипулятор это тоже жертву. Это общее название, треугольник Карпа Карпана. В треугольнике Карпана есть преследователь, это ваш мужчина жертва, это вы и спасатели, то есть мы. Ну, вы хотели бы в глубине души, чтобы мы вас спасли. Мы этого делать, конечно, не будем, потому что психологи не спасители. Вот, психологи делают то, что сказал мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович. Собственничество, контроль, максимализм и т.д. У вас, ну, по моей гипотезе, собственничество проявляется в том, как вы отреагировали на то, что мужчина не захотел, ну, не повёл себя так, как вы от него ожидали. Конечно, вы скажете, что он вёл себя не так, как я ожидал, а он вёл себя неприемлемо для меня. И я не буду с вами в этом спорить. Но невозможность принятия человека таким, как он есть, связь каких-то паттернов поведения человека с возможностью или невозможностью для себя выставить личные границы. Это как раз таки больше про собственничество в том числе. Это и про внутренние конфликты и противоречия, но это и про собственничество тоже. Почему повторюсь, я как бы в своём предыдущем ответе, по-моему, говорил, что у вас достаточно серьёзно развита интеллектуализация, то есть вы, ну, как мне кажется, много уделяете этому внимания и сил. А вы смотрите в интернете жертву, то есть, по сути, набиваете, продолжаете набивать себя знаниями, вот, которые вам ничего хорошего не дадут. Потому что тревожность по поводу всей этой ситуации, она ваша. И страхи, которые вы испытываете, скорее всего, страхи, ну, такие скрытые, скрытые, может быть, а может быть, они очень скрытые. Вот. Вот эти все знания не решат проблемы. Ну, как бы такой проблемы, вот этой проблемы не решат. Понимаете? Вот. Такая вот история. На этом всё. Я надеюсь, что это было полезно. Вот. Удачи вам. Всего самого доброго. Спасибо.